Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в этом видео разберем нагрузочные вилки. Первое, это для чего вообще они нужны, как мы ими можем пользоваться, ну и соответственно расскажем о нашей новинке, которая появилась в этом сезоне. Нагрузочная вилка НБ-125. Итак, с помощью нагрузочных вилок мы можем определить степень заряженности либо разряженности аккумулятора в режиме покоя, ну и соответственно под нагрузкой. Сейчас мы продемонстрируем, как мы можем это сделать с помощью нагрузочной вилки нашей 125, самой упрощенной модели, ну и нашей новинкой этого сезона. Прежде чем, как мы проверяем аккумулятор, мы должны учитывать тот фактор, что аккумулятор должен быть у нас без работы как минимум 10-12 часов. То есть, если мы его решили снять с автомобиля и сразу же проверить работоспособность его, то данные могут быть некорректными. Поэтому мы должны выждать 10-12 часов и потом уже проверять. Либо есть более простой вариант, несколько раз его нагрузить с помощью нагрузочной вилки и уже тогда снимать с него все показатели. Что мы должны сделать? Крокодил накидываем на минусовую клемму. Обязательно учитывайте, чтобы минусовая клемма у нас была, общие клеммы зачищены. Справа от вольтметра у нас штырь, который снимает показания в режиме покоя, слева под нагрузкой. Итак, мы подключаем его к плюсу и смотрим на вольтметр. Что у нас происходит? Вот он. Он показывает нам 10, ну 10, наверное, не знаю, с половиной, 11, 11 вольт. Это говорит о том, что аккумулятор имеет дефект, то есть требует восстановления либо замены полностью общего ЭКБ. Что мы должны учитывать? То есть, ну, в первую очередь, в режиме покоя у нас показатель стопроцентного, стопроцентной готовности батареи должен равняться 12,7 и выше. Если, соответственно, показатели ниже, то показывает он степень и готовность там 75, 50. Это все у нас прописано в инструкции. Обязательно открывайте, смотрите табличную часть. И нагрузочной вилкой, когда вы будете пользоваться, удерживайте для снятия показателей не более 5 секунд, так как находящая здесь спираль, она перегревается и у вас просто может выйти из строя сама нагрузочная вилка. Поэтому эти факторы обязательно учитывайте. Теперь давайте проверим аккумулятор под нагрузкой. Что мы должны делать? Также мы накидываем крокодил на минусовую клемму и с помощью левого штыря мы даем нагрузку 100-125 А. Видим сейчас показатели, это всего 3 Вольта. То есть, эта батарея абсолютно неисправная, требуется замена ей. Что касается самой нагрузки, которая дается вилкой, она равна 100-125 А. Это примерно равно вашему стартеру. Итак, друзья, наше видео подошло к завершению. Надеюсь, вам было полезно ознакомиться с нашей новинкой, как ее эксплуатировать. Ну и, конечно, я хочу пожелать вам приятной эксплуатации. До новых встреч, подписывайтесь на нас. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok